Вы знаете, у меня достаточно сложная ситуация в этой дискуссии, потому что... Не только потому, что Ленин говорил о Достоевском, да, вы помните, он говорил о братьях Карабазов, об этом произведении. Ленин запрещал Достоевского, но я сейчас даже не об этом. Я о другом. У меня есть еще личный фактор. Дед моей бабушки с 1908 года был генерал-полицмейстер московской столичной полиции. И он с оружием в руках воевал с большевиками и в годы Гражданской войны погиб на юге России в составе руководства командования армии «Деники». Поэтому мне, честно говоря, это неловко сейчас говорить что-то про Ленина, потому что будет такое впечатление, что я сложу счеты моей семьи, значит, с Владимиром Ильичем. Поэтому я лучше постараюсь выйти из этой ситуации следующим образом. Ленин говорил о Марксе, что учение Маркса всесильное, потому что оно верно. Поэтому я буду цитировать не Ленина, я буду цитировать Маркса и Энгельса. И поймем, насколько это учение верно с точки зрения интересов нашего народа. Надо сказать, что классики марксизма и ленинизма вообще ненавидели русский народ и славян вообще. И я постараюсь это сейчас же вам и доказать. Вот, например, Маркс называл болгар, хорватов варварами, черногорцев ворами. Говоря о славянских землях, оккупированных в ту пору турками, Маркс иронизирует. Эта великолепная территория имеет несчастье быть населенной конгломератом различных рас и национальностей, о которых трудно сказать, какая из них наиболее не способна к прогрессу и цивилизации. А вот еще одна любопытная фраза из Маркса. Славянские враги, природные контрреволюционеры, особенные враги демократии. В 1849 году Энгельс писал в Ноэ раньше. Ближайшая мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы династии, но и целые реакционные народы. Русский народ, естественно, стоит на первом месте. В 1882 году Энгельс откровенчал Каутскому. Вы могли бы спросить меня, неужели я не питаю никакой симпатией к славянским народам? В самом деле, чертовски мало. А вот еще поразительное признание товарища Энгельса. Необходима безусловная борьба не на жизнь, а насмерть с предательским по отношению к революции славянством. Истребительная война и безудержный террор. Замечательная совершенно рекомендация Маркса и Энгельса во время Крымской войны, которая, как известно, Россия вела сразу против нескольких европейских держав, защищая свою собственную землю. В частности, Маркс разработал целый план вторжения в Россию, а прокроштат писал, что этот город должен быть сметен с лица земли. А вот еще любопытные документы. В 1865 году, предлагая Лондонской консистенции набросок программы для Женевского конгресса и интернационала, Маркс во всем разделе номер 3 «Международная политика» оставил всего один вопрос. О необходимости уничтожения московицкого, подчеркиваю, да, московицкого, слово такое пренебрежительное, московицкого влияния в Европе путем осуществления права нации на самопределение и восстановления Польши на демократических и социальных основах. То есть не ради Польши, а Польша с ее восстановлением, ее самопределением, да, ее, нужна для разрушения русского влияния в Европе. И снова вернемся к статьям Енгельса в английской газете Commonwealth. Право больших национальных образований Европы на политическую независимость, признанной европейской демократией, относилось только к большим и четко определенным историческим нациям Европы. Это были Италия, Польша, Германия, Венгрия. Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты. Ну, я теперь понимаю, что эти слова были так спрятаны глубоко в архивах марксизма и ленинизма. Поэтому, Андрей Николаевич, я хотел бы с вами поспорить. Вы сказали, что Ленин был выразителем беднейших слоев населения России. Мне кажется, что он использовал беднейшие слои населения России для борьбы с Россией как с государством, ненавидя русский народ и славянцы.